Я вся металась между Германией, где мне понравилось, и Францией, язык, который я знала на тот момент лучше. В Германии ты не можешь подаваться на работу, имея только визу. Обязательно нужно иметь вид на жительство. К плану B, к счастью, мне не пришлось прибегать. Меня попросили на собеседовании поговорить на немецком. Немцам приятно, когда вы знаете их язык. Я никогда не думала про Германию, я никогда не думала про Берлин. Всем привет! Меня зовут Даша, мне 23 года. Я учусь в магистратуре и работаю в IT-компании в Берлине. И это моя история переезда в Берлин. Я из России. Я родилась в Сибири, в Красноярском крае. И до 13 лет со своей семьей жила там. Когда мне было 13, мы переехали в Центральную Россию, поближе к Москве. И мы жили в городе Тула. Это буквально 180 километров от Москвы. Там я жила вплоть до самого переезда в Берлин. Закончила школу, ходила в университет. Я училась в Тульском государственном университете на специальности реклама и связи с общественностью. И пока я там училась, да и вообще еще ранее, до этого я очень много думала о переезде за рубеж. Скажем так, мне всегда это было очень интересно, всегда привлекало. Но, к сожалению, поехать в бакалавриат за рубеж возможности у меня не было. Поэтому свой бакалавриат я делала в России. Но, тем не менее, очень много думала о поездке за рубеж на учебу. И я смогла реализовать это свое желание в бакалавриате. Я сделала семестр за рубежом в Германии. Если в вашем университете такая возможность есть, обязательно-обязательно это делайте. Тем более, если вам интересна жизнь за границей. Это такой очень хороший тест-драйв, что ли. Поэтому я пока училась в ДУГУ, когда узнала о возможности сделать семестр за рубежом, я решила за нее непременно ухватиться. Я пришла в так называемый International Office в своем ВУЗе и спросила, какие же все-таки у меня могут быть возможности, в какие страны я могла бы поехать, где сделать этот семестр. И на тот момент мне предложили три варианта. Польша, Германия и Китай. В тот момент в университете были партнеры именно из вот этих стран. Я помню, что мне все говорили, поезжай в Китай, китайский язык, там очень классно, очень современно и так далее. Но, если честно, мне всегда больше нравилась Европа. Я, к счастью, имела возможность путешествовать в Европу. Еще в школьные годы я ездила во Францию, в Великобританию, в языковые школы. Я учила английский и французский языки. Также ездила в языковой лагерь на Мальте. И просто иногда в поездки, в путешествия. И, в общем, мои родители знали, что это прям моя остановка, Европа. Что мне это очень-очень нравилось. Мне очень близок менталитет европейский. И, в общем, я, грубо говоря, выбирала между Польшей и Германией. Но выбирала недолго, потому что как-то довольно быстро я поняла, что раз уж выбор между двумя этими странами, то, наверное, все-таки мне ближе Германия. На тот момент я была в Германии. В Берлине как раз, где я сейчас живу. И еще в Мюнхене, по-моему. А семестр предполагалось сделать на юге Германии в федеральной земле Баденбюртенберг. Ее столица является город Штутгарт. Там очень сосредоточено автомобильное производство Германии. Мерседес, Порш. Вот, BMW это в Мюнхене. Ну, в общем, вы себе примерно представляете. Это такой экономический центр немецкий. И, в общем и целом, я решила поехать туда. Я подалась на стипендию и получила ее. Не с первого раза, должна сказать. Поэтому здесь тоже такой мини-совет. Это никогда не расстраиваться, если вдруг что-то не получается с первого раза. Получила эту стипендию и поехала в небольшой немецкий город. Совсем-совсем маленький. Я бы даже сказала, называется Швенинген. Учиться там один семестр на английском языке. Что для меня было классно, потому что я, к сожалению, тогда немецким владела совсем мало. Я начала ходить на курсы на тот момент, когда уже захотела поехать на семестр. Я сделала уровни А1 и А2 самые начальные. Но, конечно же, я не могла в тот момент делать полноценную учебу на немецком, потому что этого уровня бы не хватило. Но, тем не менее, я получила стипендию и поехала учиться на английском в этот маленький город Паденвертенберге. И мне очень понравилось. То есть, несмотря на то, что это маленький город, и я все-таки человек большого города, и, забегая вперед, скажу, что во многом из-за этого выбирала Берлин уже в дальнейшем для жизни. Но, несмотря на это, я восприняла это просто как очень классный опыт. Я знала, что у меня есть только 4 месяца, что я в этом маленьком городе не буду жить всю жизнь, но что это ограниченный срок, и что я должна взять из этого опыта по максимуму. Поэтому я брала, как мне кажется, по максимуму от семестра зарубежного своего. Я ходила на занятия с ребятами из самых разных стран мира. Я разговаривала на английском, также на немецком. Я очень много путешествовала по Германии и за ее пределами по Европе. И, в общем-то, когда мой семестр подошел к концу, когда я возвращалась в Россию, я четко понимала, что я очень хочу поехать жить в Европу. Я очень хочу сделать сам свою магистратуру, следующую ступень образования. И, в общем-то, вернулась я на четвертый курс бакалавриата в Россию, на последний. И вот весь этот последний год я жила с такой путеводной звездой, что вот я хочу, хочу, хочу поехать в магистратуру. Тут у меня еще произошел небольшой такой шифт интересный. То, что я, как я уже упомянула ранее, учила до этого английский и французский очень активно. И я начала думать про Францию. Потому что, когда я путешествовала во время своего семестра, я часто выезжала из Германии во Францию. Так как на юге Германии как раз проходит уже граница с Францией. Я бывала в Страсбурге несколько раз. Ездила в Лион и в Париж. И я там тоже говорила на французском. И, в общем, я вся металась между Германией, где мне понравилось, и Францией, язык, который я знала на тот момент лучше. И была там несколько раз до этого. И я на четвертом курсе возобновила свои занятия французским языком. Встретилась с преподавательницей со своей. И рассказала ей про свои сомнения и планы. И в итоге начала сначала возобновлять свой французский с целью поступать во Францию. Но должна сказать, что через некоторое время я еще немного подумала, посравнивала. И по определенным для себя критериям поняла, что нет, все-таки я, наверное, больше склоняюсь к поступлению в Германию. Не знаю, стоит ли называть причины, так как они очень индивидуальные. И я ни в коем случае не хочу сейчас тем людям, которые, возможно, хотят переехать во Францию, не хочу как-то критиковать их выбор или что-то такое. Но мне показалось в тот момент, когда я подумала об этом побольше, что все-таки во французское общество, как мне кажется, немножко сложно влиться. Нужно очень, как мне кажется, хорошо говорить на французском, чтобы получить там работу, чтобы влиться в это общество. Нужно очень, наверное, любить французский образ жизни и так далее, и так далее. А пожив в Германии, я поняла, что, например, у немцев такого нет. Мне кажется, немцы очень открыты к, скажем так, разным культурам, как и французы тоже. Но немцы, они как-то не требуют от тебя, чтобы ты прям стал вот немцем, чтобы ты идеально говорил на немецком, чтобы ты любил, я не знаю, пить пиво, есть сосиски и ездил на Oktoberfest в Мюнхене. То есть, возможно, это мое субъективное мнение, но оно таково. И вот как-то взвесив все за и против, я в середине четвертого курса поменяла свой вектор обратно на Германию и стала изучать различные программы магистратуры. И здесь у меня произошел такой немножко камень преткновения, так как... Камень преткновения в плане языка. Так как в случае с Францией я учила французский, и моя преподавательница говорила, что я могу его довести до высокого уровня и учиться во французском университете на местном языке, то в случае с Германией я должна сказать, что этого времени у меня не было, чтобы досовершенствовать свой немецкий. Сейчас я считаю, что я совершила некоторую ошибку немного, не катастрофическую, но я думаю, что можно было больше учить немецкий, немножко пораньше взвесить за и против в Франции versus Германии, но получилось так, как получилось, и я приняла такое решение, что хорошо, я буду искать программы на английском языке, которым я хорошо владела и владею магистратуру в Германии, непосредственно в своей нише. Я, наверное, отношусь к тем людям, которые не разочарованы своей профессией, своим образованием в бакалавриате. Я по сей день работаю в этой сфере, в сфере коммуникаций, и мне это не надоедает, я не разочарована, и поэтому в плане выбора ниши, который я хотела продолжать изучать, у меня вопросов не было. Я знала, что я хочу дальше изучать рекламу, связи с общественностью, коммуникации, медиа, маркетинг. Стала искать программы англоязычные в Германии. И, конечно, как вы можете себе представить, их меньше намного, чем программ на немецком. И более того, когда речь идёт о англоязычных программах, то речь идёт о частных университетах, и это платное образование, а в то время как на немецком языке, в основном, оно бесплатно в государственных университетах. И тогда я сделала довольно большой ресёрч, мне кажется, это очень важно. Я изучила все возможные варианты сама, и я нашла несколько программ англоязычных в маленьких, совсем маленьких городах Германии. И нашла в то же время частные университеты в Берлине, которые предоставляли вот такие образовательные программы, которые мне подходили, но они платные. При этом хочу заметить, что всё-таки даже в частных университетах в Европе, в Германии в частности, образование не такое дорогое, как в Великобритании, Штатах или Канаде. Поэтому, если кому-то это интересно, то я могу сказать, что здесь цены в частных университетах англоязычной программы, наверное, сопоставимы с платными коммерческими программами в топовых вузах Москвы, наверное, как Высшая школа экономики или МГИМО. В общем-то, я взвешивала такие две опции. Поступить в очень маленький город на бесплатную программу на английском языке и не иметь возможности, скорее всего, там работать по специальности, так как вы должны понимать, что в очень маленьких городах немецких ну, там нет коммуникационных агентств, IT-компаний. Ну, может быть, их можно пересчитать по пальцам одной руки, но это не то, к чему я стремилась. В то время как в Берлин я могла поступить в частный университет на английском и, в принципе, быть плюс-минус уверенной, что я смогу работать во время магистратуры, потому что здесь это столица IT-стартапов в Европе, здесь очень много компаний и так далее. И, в общем, обсудив со своими родителями все свои сомнения, переживания и свое мнение на этот счет, мои родители решили, что они помогут мне с оплатой учебы в магистратуре двухгодичной и что лучше мы сделаем ставку на Берлин и я смогу здесь работать параллельно со своей учебой, получать опыт местный и, в общем, подумали, что в долгосрочной перспективе это будет лучше, чем если я пойду в совсем крошечный город, не буду там два года работать, да, а потом неизвестно, как все будет. Сейчас я абсолютно не жалею, в общем, я поступила в частный университет в Берлине на англоязычную программу двухгодичную, которая называется Media and Communication Management и спустя полгода учебы здесь, первые полгода я вышла на работу и сейчас я очень рада, что мой первоначальный план, он себя оправдал и в этом контексте могу сказать, что я думаю, что это очень важно, вот сделать такой ресерч перед переездом и, скажем так, вот возвращаясь к тому, что я сказала ранее, не кидаться условно на что-то бесплатное, но в очень неперспективном месте, в неперспективной локации, где вы, скорее всего, не найдете работу. Возможно, имеет смысл вложить деньги и, условно, поехать куда-то, но где вы точно знаете, что, скорее всего, в долгосрочной перспективе у вас есть шансы большие, что все получится. Я переехала в Берлин в сентябре прошлого года. Учёба начинается здесь 1 октября. Я вышла на свою учёбу. У меня была в тот момент виза студента. В Германии ты не можешь подаваться на работу, имея только визу. Обязательно нужно иметь вид на жительство. Чтобы получить вид на жительство, нужно пойти в специальное такое заведение, которое называется на немецком Auslanders Behörde, то бишь, как это правильно перевести, какое-то ведомство по делам иностранцев или что-то такое. И нужно поменять свою визу на вид на жительство. Это происходит тоже не сразу. То есть это происходит не на следующий день после того, как ты сюда приезжаешь учиться. Во-первых, нужно сделать обязательно встречу онлайн. Ведомство по делам иностранцев в Берлине загружено неимоверно, поэтому ты ждёшь этой встречи, этого appointment несколько месяцев. И, в общем-то, я попала туда только, наверное, в ноябре. Поменяла успешно свою визу на вид на жительство и с ноября приступила здесь к поиску работы. Чуть-чуть, наверное, сделаю отступление, пока не начну рассказывать подробно про работу. Расскажу чуть-чуть про учёбу. В целом, мне учёба очень нравится. Я как-то очень, я не знаю, целенаправленно туда шла, и я как-то хорошо понимала, зачем мне нужна учёба. Если честно, в моей системе координат учёба нужна, чтобы получить хорошую работу. То есть, нет, учёба, наверное, цена сама по себе, как процесс, но в то же время я, если честно, рассматриваю её с очень практической точки зрения. Может быть, кто-то со мной не согласится, но я не поклонник идеи получать образование ради образования. Я поклонник идеи брать от этого образования вот такие тулс, инструменты, которые потом можно успешно, скажем так, на собеседованиях, как это сказать, пролоббировать, да, и дать, например, HR-у понять, что ты не просто терял время в университете, что ты изучал именно то, и делал именно то, что ты рассчитываешь применять в своей работе. То есть, я вижу такую суперпрямую корреляцию, и в этом смысле я довольна своим образованием. То, что мы делаем, мы делаем много практик, ориентированных проектов с компаниями, это то, что мне очень нравится в частных университетах, это то, что они помогают, они создают коннекшн с разными компаниями, приглашают их для того, чтобы студенты, скажем так, делали такую пробу пера в нише, делали для них, допустим, маркетинговый план, или social media создавали для них коммуникации, коммуникационный план и так далее, и так далее. Я вот сейчас уже сделала два семестра, и в каждом семестре у нас был такой большой проект с компанией, то есть, уже с двумя компаниями берлинскими мы работали, и для одной мы делали план, как им зайти на новый для них рынок, в новую страну, такой маркетинговый план, и для второй компании мы делали такой видеопродакшн, и очень много идей у нас было связанных с social media, то есть, это, наверное, то, что мне нравится больше всего, и если бы могла посоветовать вам что-то, то посоветовала бы узнавать в том университете, в который вы, например, планируете поступать за рубеж, будут ли там такие практические проекты, которые вы потом можете положить в свое портфолио, и в общем и целом моя магистратура очень такая практикоориентированная, в ней совсем не так много теории, она есть, но мне нравится, что больше практики, у меня очень интернациональный такой коллектив, ребята из самых разных стран, это очень расширяет кругозор, и это очень-очень классно, так как я не могла себе представить то, что я буду просто учиться и не ходить на работу, все-таки я, во-первых, работала в России до этого во время своего бакалавриата, я работала в своей нише, я занималась много социал-медиа-маркетингом, работала в компании и также на фрилансе, у меня был тоже свой такой подход к поиску работы, многие люди мне говорили, что я слишком амбициозна, что я не совсем права, мой подход заключался в том, что я не буду делать массовые рассылки, что я буду подаваться только в те компании, которые мне интересны, что я буду развивать свой LinkedIn, свой networking, connections и пытаться через вот эти connections знакомиться с компаниями, которые мне очень нравятся и пробовать непосредственно в них. И я для себя решила, что если мой амбициозный план окажется несостоятельным, то тогда я уже смогу прибегнуть к такому понижению планки, к массовой рассылке. Я решила, что я это сделаю потом, что это будет мой план B, если вдруг мой план A не сработает. Забегая вперед, скажу, что к плану B, к счастью, мне не пришлось прибегать. Что я делала? Я завела себе LinkedIn, я думаю, все знаете, социальную сеть, она, к сожалению, в России заблокирована, поэтому в России я ей не пользовалась, а здесь я тут же ее завела, я добавила туда всех своих знакомых, я начала смотреть компании, которые мне интересны, начала смотреть, кто у них работает HR-ами, если это были какие-то русскоязычные специалисты, я писала им сообщения на русском, я не вижу в этом ничего плохого, я писала им сообщения и узнавала, может быть, у них есть какие-то открытые позиции для working student, тут я должна остановиться и сделать ремарку о том, что студент в Германии не может работать полный рабочий день, естественно, так как он или она студент, или студент, вы не можете работать 40 часов в неделю, но вы можете работать до 20 часов в неделю, что тоже классно, половину от full time, и да, я смотрела на LinkedIn открытые вакансии на working student в медиа, коммуникациях, маркетинге, и также не стеснялась писать HR-ом и узнавать у них о том, есть ли у них какие-то, скажем, может быть, не открытые вакансии, но может быть, в каком-то отделе есть потребность в intern или в working student, как бы мы никогда не знаем, да, не всегда тот факт, то, что вакансия не висит на сайте, это не всегда означает, что человек не нужен, может быть, нет времени вывесить вакансию, может быть, только вчера решили ее создать, и вы, может, успеете заскочить до того, как она появится в интернете, эта вакансия, вот такими мыслями руководствовалась, и все про все я сделала восемь applications, семь из них были на открытые вакансии непосредственно, и один был инициативный отклик, инициативный отклик, это когда вакансии нет, ты просто пишешь, да, и интересуешься, к сожалению, говорили часто, что нет, пока нам никто не нужен, и это нормально, но одна компания сказала мне на мой инициативный отклик, что вообще-то, да, что им нужен working student в маркетинг, и что они со мной свяжутся, но об этом я расскажу чуть-чуть позднее, в общем, я помню, что я плотно работала со своими семь applications, у меня было, я ходила на собеседование, я делала собеседование онлайн, в общем, много общалась с компаниями, то есть я так, мне кажется, довольно качественно делала свои отклики, cover letters обязательно индивидуально для каждой компании, я получила довольно хороший отклик от компании, и, соответственно, почти со всеми у меня были какие-то процессы, я помню, что это было довольно так time consuming, скажем так, время затратно, потому что я шла утром на одно собеседование, в обед на другое, потом я выполняла тестовые задания вечером, и вот так я работала, работала вот над этим процессом своим, и, в общем и целом, могу сказать, что в итоге я получила два оффера из своих восьми applications, один оффер от классной такой компании, которой занимаются таргетингом, то есть рекламой в интернете, им нужен был working student в social media marketing, то, чем я занималась до этого в России, и у меня было с ними, по-моему, три этапа собеседований, очень долго тоже к этому нужно быть готовым, что здесь общение может длиться по поводу вакансии полтора месяца, то есть это не как в России, что сегодня вы прошли на собеседование, а завтра вас уже выбрали, здесь это не так, здесь все происходит дольше. Первый оффер очень долгий был процесс, полтора месяца, а второй оффер я получила от компании от своей инициативной заявки, про которую я упомянула, дело в том, что мне нравилась компания, я за ней следила, знала, чем они занимаются, но я не видела у них никак открытых вакансий, и тогда я написала их девушке HR-у на линктыне сообщение о себе, чем я занималась, какой у меня был опыт, и поинтересовалась, может быть, им нужен working student в коммуникации, медиа или маркетинг. Она сказала, что такой человек им нужен, и что со мной свяжется. В итоге со мной связались, и вот это был тот случай, когда довольно быстро все произошло, на удивление, это был самый быстрый процесс. Мне позвонил менеджер, пособеседовал меня по телефону, сказал, что ему все очень нравится, все, что я рассказываю, ему нравится мое CV. На следующий день буквально у меня был уже скайп-звонок с ним же, с руководителем отдела HR и с HR-менеджером, то есть их было трое, и я была одна, и я помню, что изначально мы, кстати, говорили на английском языке, а потом это был единственный раз, когда меня попросили на собеседовании поговорить на немецком. Это было для меня неожиданно, но я не растерялась и поговорила с ними, ответила на их вопросы и так далее, и да, вскоре после этого получила от них оффер на позицию Working Student in Marketing. В итоге я думала между двумя компаниями, выбирала. Одна была компания, где я была бы Social Media Marketing Manager, то, чем я занималась до этого много в России. Вторая, и это, кстати, первая очень такая англоязычная компания, где мне сказали немецкий совершенно не нужен, у них есть еще офисы в Америке, поэтому такое все на английском языке. Вторая компания, я могла туда пойти на роль Working Student in Marketing, это то, скажем так, чем я вот в полной мере не занималась в России, то есть я в основном занималась Social Media, конечно, это как часть маркетинга, но у меня не было такой позиции, как Marketing Manager, и поэтому мне показалось это потенциально очень challenging и интересно. И еще в этой компании, вот где меня собеседовали отчасти на немецком, мне тоже показалось, что это было бы круто, если бы я могла там прокачивать свой немецкий. И даже, несмотря на то, что они мне предложили немножко меньше зарплату, я в итоге выбрала вот эту вторую компанию. И я сейчас совершенно не жалею, потому что, опять-таки, мне кажется, что, особенно, когда ты в позиции, ты только студент, и тебе нужно еще многому учиться, это классно, иди туда, где тебе будет нелегко, где, скажем, это будет такой некий челлендж для тебя, да, где, может быть, ты будешь делать новые вещи, или тебе нужно будет больше прокачивать язык, которым ты владеешь не идеально. И, в общем-то, сейчас уже три месяца, как я работаю в этой компании, и я очень-очень рада своему тому решению. Моя компания, это B2B-компания, то есть она работает с другими компаниями, с другими бизнесами, продает им свое IT-решение, такой вот контент-энджин, который может компания имплементировать на своем веб-сайте для очень красивой стилизации веб-страниц. Это помогает создавать так называемые онлайн experiences, онлайн такой опыт для покупателя, когда вы заходите на веб-сайт, например, я не знаю, Ассес или Амазон, и там все красиво. Вот в такой компании работаю я, поэтому у нас такой красивый IT-продукт, которым, скажем так, мне, не знаю, не стыдно рассказывать, где я работаю, мне продукт этот очень нравится, и я считаю, что создатели, фаундеры большие-большие молодцы. Я работаю в отделе маркетинга, как я сказала, в небольшом таком отделе, нас буквально три человека, это мой менеджер, он немец, но он очень долго жил в Великобритании, поэтому у нас общение происходит преимущественно на английском языке, это, наверное, мне очень повезло, что я оказалась в таком окружении, в котором я окружена немцами, но которым суперкомфортно говорить на английском, это не вызывает никаких проблем, и, скажем так, они, как мне кажется, не то, чтобы они делают какое-то мне этим одолжение, я вижу, что они, в принципе, очень много между собой говорят на английском, по работе, так как у компании есть еще второй офис в Лондоне, есть британская команда, поэтому, скажем так, нет такой большой разницы между немецким и английским, как языками, используемыми в компании. Вторая моя коллега из моего отдела тоже немка, вот, и, как я сказала, в целом мы почти всегда говорим на английском, но периодически бывает на немецком, и я совершенно не против, я немецкий учу, и я, наверное, довольно свободно говорю на какие-то такие, да, повседневные темы, то есть, вот эти все small talk'и, разговоры о жизни, как бы вообще без проблем могу поддержать, другой вопрос, то, что если дело касается каких-то тонкостей, чего-то сложного, конечно же, мне это будет в определенном смысле сложнее, и они это понимают, но кажется, что для них это совершенно не проблема, и когда устраивалась на работу, спрашивала у них по поводу того, как им, скажем так, общаться со мной преимущественно на английском, и мне было сказано, что проблем нет никаких. Стоит сказать немножко о Германии и о языках, о немецком, то, что мне кажется, есть очень большая разница между тем, где именно вы, например, живете в Германии, потому что, как я сказала, я делала семестр в маленьком немецком городе на юге, в такой традиционной Германии, где, конечно же, роль немецкого, она высока, и в маленьком городе, если вы пойдете в пекарню или к врачу, ну, очень маленькая вероятность то, что с вами там будут говорить на английском, вот, в то время, как в больших городах, таких как Мюнхен, Гамбург, и, наверное, самая лучшая обстановка будет в Берлине, так как это считается еще таким центром экспатов, центром IT-стартапов, я думаю, что в Берлине наиболее благоприятная обстановка для людей, которые еще не так хорошо владеют немецким, вот, но, тем не менее, я бы, наверное, тоже сказала, что не стоит недооценивать роль языка, не стоит игнорировать немецкий, да, так как, наверное, очевидно то, что людям, местным немцам приятно, когда вы знаете их язык, вы знаете их культуру, вы можете им сделать какой-то, да, комплимент, и, конечно же, это очень приятно, и в работе это, наверное, тоже, скажем так, повысит ваши шансы все-таки на поиск работы, я знаю многих ребят в Берлине, например, программистов, разработчиков, многие говорят, немецкий вообще не нужен, наверное, вы можете прожить без немецкого здесь, если вы, опять-таки, да, IT-разработчик, и вы полностью коммуницируете на английском, все свои задания, вся ваша работа, окей, но в других нишах будет лучше, если вы знаете немецкий хотя бы на каком-то уровне. Хотела еще немножко рассказать про свои взаимоотношения с Берлином, как вы уже, наверное, поняли из моего рассказа, я Берлин очень люблю, я ехала сюда как-то целенаправленно, при том, что, на удивление, когда я была помладше, я никогда не думала про Германию, я никогда не думала про Берлин, мне кажется, что в российском обществе есть такое, как-то одна моя подруга сказала один раз хорошую фразу, какой-то культурный код, заложенный в нас, да, каких-то плохих ассоциаций из Германии, каких-то историй про войну и так далее, и мне кажется, молодежи, молодому поколению очень важно от всего этого дистанцироваться, не быть, так сказать, зашоренными, не мыслить какими-то стереотипами, и отделять историю от современности, скажем так, потому что, ну, мне кажется, совершенно неприемлемым сейчас современным немцам что-то напоминать об этом, потому что они мало имеют к этому отношения, это не они делали, да, и более того, меня поражает, как здесь при этом об этой истории никто не молчит, гуляя по Берлину, вы видите памятники тяжелого времени, да, вы видите, есть фонтан скорби недалеко от Рейхстага, есть куски Берлинской стены этот город понес большое наказание за то, что происходило в военные годы, что делала Германия, этот город очень сильно пострадал, он был разделен стеной, и мы, наверное, даже не можем себе представить, как это вообще было, как люди жили как бы в одном городе, но при этом они были разделены, были разделены семьи, люди не могли видеть друг друга годами, и это, конечно, какая-то просто невероятная история, которую здесь на самом деле берегут, и в этом плане есть чему поучиться, не знаю, берегут корректное слово или нет, но во всяком случае не скрывают, здесь очень много памятников, посвященных этого времени, как я уже сказала, никто это не замалчивает, это все есть, но современный Берлин и современная Германия, это совершенно новая другая страница, и Берлин, наверное, в какой-то степени даже стал каким-то невероятно свободным городом, противовес тому, что было в 20 веке, что творилось, сейчас это столица свободного демократического государства, здесь каждый делает, что хочет, и людям все равно, как ты выглядишь, что ты делаешь, здесь очень много действительно иммигрантов из самых разных стран, самых разных уголков планеты, при этом все как-то дружно уживаются, город невероятно разношерстный и безумно интересный, путешествие на метро из западного Берлина в восточный, равносильное путешествие из Парижа в Варшаву и обратно, здесь также есть такие довольно турецкие районы, как на Кёльн или Моабит, приезжая туда, вы чувствуете какой-то южный колорит, скажем так, есть очень такие зажиточные немецкие районы, такие как Целиндорф, есть районы, которые любят русские, например, Лихтенверк, в общем, в зависимости от того, какое у вас настроение, какое у вас сегодня состояние, какую кухню мира вы хотите поесть, вы просто выбираете себе точку на карте Берлина и едете туда, и везде, мне кажется, вы чувствуете себя очень спокойно и открыто, и вам не нужно как-то специально одеваться, здесь никогда нет никакого дресс-кода, не знаю, мне очень это комфортно, мне очень нравится то, что сейчас Берлин это очень свободный город, очень классный, интересный, здесь очень много так называемых хипстеров, очень много всяких кофеен, ну не знаю, это просто то, что мне нравится, где я люблю проводить свое время с друзьями, и это очень классный город для молодежи, многие говорят, что возможно несколько спорно по сравнению с другими городами в Германии, стоит ли здесь жить в таком старшем возрасте, хотя я думаю, что в принципе это не должно быть проблемой, но говорят, что вот условно Мюнхен или Гамбург, они такие больше подходят для людей постарше, а Берлин однозначно очень крутой город для молодежи, поэтому мне здесь сейчас в мои 23 года безумно комфортно, и я счастлива, что я выбрала именно этот город для жизни. Что-то, что бы я могла посоветовать, потому что, наверное, это будет полезно, особенно для людей, которые собираются переезжать, постараюсь по пунктам. Первое, ничего не бойтесь, это важно. Второе, цените себя, не слушайте никого, кто вам скажет, что иностранцев не любит, что, не знаю, русских не любят, вот эту всю ерунду, не привозите это с собой, не держите вообще ни в коем случае в своей голове, это очень деструктивно, это никак вообще вам не поможет здесь. Цените себя, несите себя с высоко поднятой головой, например, когда дело касается поиска работы, не испытывайте какой-то комплекс, не знаю, комплекс неевропейца, да, вот эта история, которая знакома многим, на мой взгляд, не начинайте, не знаю, поиск работы с вот этой рассылки бездумной, с мыслями, ну, хоть куда-нибудь попасть, ведь везде якобы берут только немцев, условно, в Германии, я не знаю, если вы в Англии, только британцев, или в Голландии голландцев, нет, это не так, мне кажется, мир серьезно поменялся, особенно, ну, речь, наверное, во многом, да, идет как раз об IT-секторе, так как в секторе, так как я в нем занята, то я, возможно, немножко в этом плане предвзята, да, возможно, в каких-то нишах все сложнее, но в IT-секторе, мне кажется, это не работает, нет такого, что здесь только нанимают немцев, да, Англии, британцев и так далее, мир уже очень сильно весь перемешался, мы живем в эпоху глобализации, diversity, это очень большой HR-тренд, мы об этом в том семестре делали с ребятами из моего университета, проект, я ходила в один очень крутой берлинский стартап, и разговаривала там с HR-ом, точнее, да, с HR-ом, и он также, этот человек, занят, у него такие обязанности, лежат они в зоне diversity and inclusiveness, что переводится как diversity многообразие, inclusiveness, включенность, то есть мы, когда включаем людей разных национальностей, разных сексуальных ориентаций, разных религий, когда мы включаем их в один рабочий коллектив, доказано, что мы получаем на выходе гораздо более интересные продукты, чем если бы над этими продуктами трудились вместе только русские, или только немцы, или только британцы, поэтому мыслите, мой совет, мыслите именно через вот эту призму, что вы, наоборот, нужны компаниям, вы нужны им со своим необычным бэкграундом, со своим необычным происхождением, со знанием языков, с опытом переезда и жизни в другой стране, это вас уже выгодно отличает от других людей, возможно, немцев, которые не говорят, не знаю, на другом языке или не жили в другой стране. Ваш бэкграунд говорит о том, что вы целеустремленный человек, и вы этой компании нужны, поэтому старайтесь изначально нести себя очень высоко, подаваться в компании, в которой вы хотите, чувствуйте себя уверенно, а там дальше, если вдруг что-то идет не так, конечно, вы всегда можете чуть-чуть, да, опустить свою планку, начать массовую рассылку или что-то такое, но не делайте, на мой совет, не делайте это с самого старта, попробуйте сначала реализовать программу максимум, а там уже посмотрите, вот, в любом случае будьте уверены в себе, в своих знаниях, скиллах, вы уже очень много сделали, наверняка, и вы компаниям нужны, поэтому внесите себя именно так, не только вас выбирают, но и вы выбираете. Третий совет будет, наверное, все-таки учить язык, возвращаясь к этой теме, несмотря на то, что Берлин комфортный город для переезда, например, с английским, но немецкий точно не будет лишним, и я думаю, в любой стране, где национальный язык не английский, а другой какой-то, да, будь там голландский, чешский, португальский, whatever, это будет абсолютно точно не лишним, хорошее владение языком национальным. Совет номер четыре будет таким, если вдруг вы испытываете, например, какие-то сложности, да, когда вы эмигрировали, это совершенно нормально, если вы в стрессе, если вы чувствуете себя плохо морально и физически, это все очень тесно взаимосвязано, одно на другое влияет напрямую, не стесняйтесь обращаться за помощью, во-первых, к своему комьюнити, к друзьям, делитесь с людьми своими проблемами, то, что вас беспокоит, обычно все люди, эмигранты проходят через похожие проблемы, и наверняка они вам дадут какие-то ценные советы, но если вдруг дружеских советов мало, не пренебрегайте помощью квалифицированных на то специалистов, например, психологов, и вот я могу сказать на своем опыте, что несмотря на то, что именно как бы с эмиграцией, с переездом у меня не было каких-то проблем, так как я это очень сильно хотела, и я так очень позитивно на все это смотрю, у меня были, например, в жизни немножко другие сложные периоды, переживания личного характера, и мне друзья, например, не могли с этим помочь, и даже близкие, и я ходила, и даже сейчас я хожу к психологу периодически, и это приносит очень большие инсайты, колоссальные, поэтому, наверное, будет такой совет, если вдруг вам очень сложно, не стесняйтесь обращаться за помощью к психологу. Сейчас я читаю книгу 21 Lessons for the 21st Century, автор очень сложное, невыговариваемое имя, он из Израиля, и книжка очень интересная, она рассказывает об уроках до 21 века, в основном все это завязано на истории про технологии, про то, насколько они уже плотно вошли в нашу жизнь, как с ними нужно дружиться, также там есть рассказы, истории про политику, рассуждения на тему религии, разных национальностей и так далее, очень такое интеллектуальное чтиво, рекомендую, хотя сама ее еще не дочитала. Один из них это Берлин, как несложно догадаться, затем в России я безумно люблю Санкт-Петербург, это, наверное, город моей души, я очень люблю его архитектуру, я люблю историю, поэтому я считаю, что это самый европейский город в России, но многие так считают, поэтому он мне очень-очень нравится, если бы я жила в России, я бы хотела жить именно там, а еще я очень люблю Рим за его красоту, и еще, если можно еще вставить, наверное, это будет Лиссабон, потому что там тепло, вкусно, классно. Очень сложно выбрать, я очень люблю русских музыкантов, таких как Земфира и Муми Трой, например, и поэтому, наверное, почти все песни Земфиры Рамазановой мои любимые, вот, также, когда классное настроение, люблю послушать что-то пободрее, например, не знаю, The Beatles те же, или, не знаю, сейчас я слушаю классные немецкие группы, Parcells, это, кстати, группа, которая живет в Берлине, она довольно молодая, они из Австралии, переехали в Берлин и делают здесь клевую музыку, поэтому, если хотите открыть что-то новое для себя, вот, такая вам идейка. Конечно же, Instagram, потом, ну, Google Maps можно назвать, всегда выручают в поездках, а еще Maps.me, это карты без интернета, которые работают, и Apple Music, я все время хожу в наушниках и слушаю музыку. Ну, фильмы, я люблю такие, мелодрамы, скорее, my guilty pleasure, мелодрамы, приключения, и, наверное, могу посоветовать классный фильм британский, называется About Time, на русском называется Boyfriend is the Future, мне не очень нравится русское название, но, тем не менее, фильм именно о времени, о том, как важно быть в моменте, ценить его, почему нам не нужно с вами путешествовать во времени, перемещаться назад, вперед, почему нужно быть в моменте и ценить то, что есть сейчас. Очень хороший, приятный фильм. Наверное, назову Tiergarten, я живу не очень далеко от него, там бегают зайцы иногда, и вообще это похоже на лес в центре города, очень-очень атмосферное место. Я очень люблю кофейни, а Берлин очень кофейный город, поэтому тут скорее, я даже не знаю, что перечислить, ищите, наверное, в гугле по запросу specialty coffee in Berlin. Мои самые любимые места, наверное, refinery coffee, потом я очень люблю Five Elephant кофейни, там очень классный чизкейк, лучший чизкейк в Берлине, Father Carpenter, очень классная кофейня с классным двором в Берлине, не знаю, серьезно, их так много, что сложно назвать. Cafe Kraft в Принцлауерберге, и Принцлауерберг это очень красивый район, тоже обязательно там погуляйте, когда будете в Берлине. Лучшую пиццу в Берлине, на мой взгляд, стоит искать в таких местах. Одно место называется Standard, или, говоря на немецком, Standard. Еще W Pizza в Нойкёльне, я обожаю ее, и очень-очень-очень-очень вкусно. Подкасты, мне кажется, очень классная тема, в последнее время прям заслушиваюсь, надеюсь, что это не будет сочтено за рекламу, очень люблю подкаст своей хорошей знакомой, Насте. Она делает подкаст, который называется Обмозгуем, Настя. Настя там рассуждает на самые разные темы, делится своими фаворитами, когда дело касается книг или фильмов, или чего бы то ни было. Очень интересно. Потом подкаст, который делает девушка по имени Ксения, он называется Это непросто. Она там общается с людьми, которые поменяли профессию или добились чего-то. В жизни какой-то интересный бизнес, например, создали, и, собственно, она рассказывает, расспрашивает их и рассказывает, почему это было непросто, какие челленджи были у них на пути и так далее. Мне кажется, это очень поучительно. Сори, у меня все время пальцы в камере, я просто сама себя снимаю, это непросто. Это очень непросто. Я бы посоветовала сходить им в центр города, но выборочно. Не ходите на Александр Плац, это такое известное место, бывший центр ГДР восточного Берлина, и там вам очень сильно напомнят Москву или какие-то другие российские города, и, наверное, вас ничего особо не удивит. Поэтому вместо этого в центр сходите посмотреть на Берлинардон, главный собор. У него очень красивая такая крыша изумрудного цвета. Пройдитесь дальше в районе Эсбан, станции Хакешемагт. Там везде очень красиво, там же можно сделать шоппинг в каких-то локальных магазинах. Я, кстати, сейчас здесь нахожусь, и здесь сейчас очень много людей в такую же руку. Можете дойти до Фридрихстрассы, затем поезжайте на метро или на автобусе в другие районы. Самые интересные районы, на мой взгляд, Кройтберг. Кройтберг — это такой альтернативный центр Берлина, наверное. Там очень много граффити, очень много всяких хипстеров и так далее. В общем, там все такое очень урбан. Есть очень красивый район Тринцлауерберг. Считается, что там любят жить семьи или такие артисты, всякие там художники и так далее. Этот район напомнит вам сразу, наверное, Вену, Париж. В общем, там очень такая утонченная архитектура. Я, кстати, работаю в этом районе. Мне очень нравится эта локация. Поезжайте туда, загляните на кофе в одну из кофеин, которую я назвала Five Elephant, Father Carpenter. Сходите на пиццу в одну из пиццерей, которую я посоветовала. Если вы любите историю, конечно, пройдите по историческим памятникам, посмотрите на уцелевшие части Берлинской стены. Можете сходить в еврейский музей, может быть, если вам это интересно, в Берлине история, она на улицах, она повсюду, вы точно не пройдете мимо. Просто много-много гуляйте. Надеюсь, что вам очень понравится. Я пришла к одному из своих любимых мест в Берлине, к Берлиной дом, собору с изумрудной крышей. Хочу сказать, большое спасибо компании EP Advisory за такую классную возможность поделиться своей историей переезда. Я надеюсь, что вам было ее интересно смотреть. Ссылки на мои социальные сети, такие как LinkedIn и Instagram, будут в описании к этому видео. И если вы имеете какие-то вопросы по поводу учебы в магистратуре, например, мне за рубежом или поиск работы, будучи студентом, так как я имею здание по этой теме, то, пожалуйста, welcome, пишите. Буду рада вам помочь. Желаю вам прекрасного дня и, возможно, до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok